Война с философской точки зрения Я предлагаю обсудить вопрос, что такое война с философской точки зрения. Ясно, что война это не тогда, когда одни армии наступают от на друга и кто-то кого-то убивает. Это не обязательно. У некоторых государств, в период истории, именно так выглядит мир. Наоборот, есть понятие холодной войны. Например, чего? Ну, темно, как стало уже. Напряженная ситуация, например, чрезвычайно напряженная, Третьей мировой, по сути, холодной войны, она не была связана с первым столкновением действующей войны. Кроме того, о нынешней ситуации в России, мне кажется, можно говорить о холодной гражданской войне. Безусловно, может быть и нельзя, может быть я не прав. Такой замечательный военный историк, как Сергей Борисович Переслегин, говорит о ситуации холодной гражданской войны в Европе после французской революции 1968 года. Он, правда, называет эту революцию пражско-парижской. Потому что в этом же году, по поводу, с тем же самым причинам, произошли известные события в Праге. Не только боевые действия среди студентов и продвинутой молодежи, и государственными войсками в Праге же. Поэтому вопрос такой. Как с формальной точки зрения описать войну и сказать, чем она принципиально отличается от мира? Ну вот сразу, как бы, некоторая попытка навести на вопрос. Любое противостояние – это война? Нет. Вроде нет. Ну вот, например, мы знаем, что такое соревнования. Да. Это не война, да. Ну а это не война, но есть некое противостояние. Две команды друг к другу, в буквальном смысле, сражаются. Да. Причем сражаются часто разными методами. Сражаются, что все-таки это метафора. Тем не менее, это не война. То есть не любое противостояние является войной? Да, да. С другой стороны, иногда тот же Переследин говорит, что война – это тогда, что условие выживаемости твоего противника не является обязательным. Вот это называется война. Что условие? Выживаемость твоего противника. Но когда две команды сражаются, где в качестве императива является, что ты можешь много что делать, но у тебя твой противник должен быть живым, в конце концов. И, как бы, возможно, хотя не совсем здоровым. Ну, например, в борьбе можно ударить слегка незаметно. Да, да, да. Можете помять что-либо еще, но у тебя условия выживаемости противника является обязательным. Тем не менее. Да. То есть в соревнованиях есть все-таки какие-то правила, правильно? А в войне есть правила или нет? Ну, безусловно, были и в войне правила. Например, в войне 18-го века воевали строго по правилам. Выступали, делали. И у них был элемент джентльменства после известной битвы австралийца. Вы знаете, что Наполеон взял Вену. Это привело к крушению священной римской империи с одной стороны. А с другой стороны, в этот же день они вместе с тогдашним римским императором, он же австрийский император, отправились в Парижскую Венскую оперу. Слушайте какую-нибудь оперу, не знаю какую. Все было мирно и цивилизованно. То есть есть понятие цивилизованная война. Да, есть понятие. Это была, безусловно, война. Устралилиц, куча жителей. Но они, по-рыцовски, другому, вот таким образом относились. Пошло все, что вопло. Понятно, что воины 20-го века, воины на уничтожение, массовые войны, они таким же теме, что к прикравшей стороне не относились. Так как правило, руководители прикравшей стороны просто ликвидировались физически. Ну, вот нюрнерский процесс, можно сказать. Но все-таки будем считать, что противостояние – это необходимые условия войны. Хотя они достаточные, да? Да, противостояние, конечно, есть. Но противостояние у нас, например… Но говорят, что война – валют. Это война? Не знаю. Война или валюта? Или это тоже гипербола, как называть футбольные битвы? Да. Не совсем битва. Это всего лишь гипербола. Вот мне показался неплохой критерий, который состоит в том, что Игорь говорит, что на войне выживаемость противника не имеет… Переслегин говорит, да. Это не мое предложение, а предложение Переслегина. Но в этом просто дополнении, как бы, действительно, мы тогда отличаем войну от соревнований. Да. Потому что у вас, по-моему, мир в ситуации класс своей вражды. Но при этом… То есть классы не воюют? Да. Они антагонистичны? Бои бывают. Иногда воюют, иногда нет. То есть, иначе говоря, противостояние может перерасти в войну. Да. В гражданскую. Но гражданскую – это когда один класс уничтожает другой, допустим. Не, просто не надо понимать всегда войну, только войну, как в обычном смысле слова. Взяли оружие и начали другую стрельбу. Я с самого начала, когда я говорю о понятии холодной войны… Да, есть. Есть понятие холодной войны и очень напряженной. И тем не менее, при всем при этом, это, безусловно, война между системами обоими. Вот эта мировая война между западным миром и миром восточным, то есть советским, она ввелась в борьбу на уничтожение. Это было понятно. Хотя оружие не применялось. Да. Но, быть может, она не была войной на уничтожение. И тогда нечестно некоторые историки замечают, что, по крайней мере, для 70-х, 80-х годов было характерно, что Советский Союз не ввел войну на уничтожение политической системы, на самом деле, смотря на идеологию, против США. В то время, как США ввела, безусловно, на уничтожение. Но, на самом деле, здесь можно заметить, что все-таки какие-то горячие войны в период холодной войны были. Это, конечно. Да, да. Пограницы не возникают. И у нас тоже время от времени в ситуации холодной войны, вот эту ситуацию, которую после революции Парижа 68-го года, это тоже некая горячая фаза долгой, напряженной, холодной гражданской войны. То есть, все-таки, холодная война – это только фаза? Некая фаза, предварительная, можно сказать, или подготовительная, которая может перерасти в горячую войну? Нет. Ну а как, вы получите говорить, или у вас диспут, а мы как слушатели? Давайте разговариваем. Мы просто пытаемся задать некоторому первоначальному... Некий диспут, да. О чем мы вообще говорим? Точку, точку. То есть, мы вспоминаем, какие бывают войны. Да, какие-то понятия. Чтобы было понятно, что вот есть некое противостояние. Не всегда это противостояние – война. Но бывает противостояние – не обязательно, как мы называем войной. Притом, я предлагаю обсудить. Потому что сейчас молчаливо предполагается, что мир, то есть, состояние мира, является наилучшим состоянием мира. То есть, мир как... Бытия, да? Да, мир и мир, да. Это наилучшее. И более того, он считается нормальным. Сейчас считается, что состояние мира – это считается нормальным состоянием. А война считается это не нормальным состоянием. Кстати, Ницше был против этого. Надо посмотреть на самом деле. Я предлагаю этот вопрос тоже обсудить. Насколько является мир, так называемый, что такое мир противоположных войне, является нормальным состоянием. Потому что, если мы возьмем, просуммируем все войны, которые ведутся настоящей войны в разных местах, то очень многие воюют в горячей форме, не только в холодной. А у нас, я полагаю, хотя я, может быть, не прав, что с конца 2011 года у нас страна вошла в ситуацию холодной гражданской войны. Что такое противоположный принципиально в конце реализации? Ну, с выборов, с прошлых выборов. С прошлых выборов в парламент. С болотной, всем прочим, страна вошла в ситуацию холодной гражданской войны. Более того, противоположной стороной она была искусственно, то есть, группой близкой к администрации президента, она была искусственно провоцирована. Вот я так считаю. Что в настоящем мы находим ситуации жесткого уже антагонизма, перешедшего в стадию именно военной, то есть холодной гражданской войны. Тут, на самом деле, можно унести все-таки некое дополнение с философской стороны, что не все считают, что мир – это единственное благо, да? Да. Потому что, например, Ницше, он уже с самого начала своей философии поставил именно на войну. У него даже зафоризм такой в Заратусте есть. Вы говорите, что благая цель – оправдывать даже войну, а я говорю, что благо войны оправдывает вся войну. И причем здесь логика состоит в том, что если изначально все живое находится в неком движении воли власти, то естественным образом разные воли сталкиваются, и их столкновения обязательно рождают в войне. Это во-первых. А во-вторых, только в войне возрастает воля. То есть даже и другой по этому поводу афоризм есть, да? Все, что меня не убивает, делает меня сильнее. То есть вот эта воинственность, да, вот его философия, она базируется именно на изначальном понимании мира, как мира конфронтации и столкновений. Если мы считаем, что мир – это правильное состояние космоса, некая статика, то он как раз считает, что наоборот. Вражда, конфликты, всякого рода борения, противоборства, склонения – вот это является нормой. Давайте постараемся по этому поводу высказаться, просто кто начнет, потому что я, по-моему, уже достаточно примерить на словах. То он говорит, ты начнешь? Так он уже тоже высказался. Ну, давайте тогда я скажу свою точку зрения, да, на этот вопрос. Но, с моей точки зрения, и мир, и война – это некие две противоположности, которые невозможно, они могут находиться в ситуации выбора. Мы не можем сказать, что мир – это вот нечто естественное, война – неестественное, или наоборот, что война – это естественно, как Ниша говорит, а мир – это промежуточная ситуация, промежуточная стадия между войнами. Мы этого не можем сказать. На самом деле, мир и война – это две стадии, которые постоянно мы наблюдаем везде. И в живой природе, и растения борются, и животные борются, и человек борются. И, более того, даже если приглядеться к неживой природе, то там тоже есть всякое напряжение, плиты различные друг друга сталкиваются, возникают вот эти, там, извержения вулканов, трясения и прочее. То есть, на самом деле, везде возникает противоборство и конфликт. Не всякое противоборство и конфликт. Я согласен, не всякое, но это необходимые условия войны. Сам факт, естественно, неживой природе нельзя говорить о войне, потому что там воли нет. Потому что война связана с некой родовой волей. Но в живой природе воля присутствует. И вообще вся живая природа можно определить, как вот в эту волю власти. Что все живое стремится распространиться, да, вот везде прорасти, расширить себя, размножить и прочее. И если действительно базироваться на вот этой воле, да, что все живое таково, то на самом деле все живое обязательно является воинственным. То есть она обязательно уничтожает соперника, она уничтожает конкурента, да, и ради себя. То есть война — это естественное состояние нашей жизни. И надо к этому именно так относиться. Несмотря на то, что она в своих каких-то там эксцессах, да, выражается в уничтожении, да, которое нам может не понравиться. Но тем не менее надо понимать, что это естественное состояние. И точно так же в обществе, как ты предлагаешь рассматривать холодную войну, да, внутри, например, общества. То есть есть некое противостояние, оно непримиримое, которое невозможно как бы никакими доводами, да, никакими, никакого рода там дискуссиями, невозможно ее разрешить. На самом деле вот это вот, если изначально это противостояние, оно либо разрешится в войне какой-то, как то, что называется гражданская война, либо так и будет это противостояние, ну, что, как оно, будет как-то находиться в каком-то состоянии, а пока не возникнет как-то, может быть, другая фаза, где это противостояние будет снято. Возможно это снятие, невозможно, непонятно. То есть я, на самом деле, солидаризируюсь больше с ничьей. Мне кажется, мы же не животные, среди животных как бы приходит столкновение какое-то, оно там неизбежно приводит к физическому противоборству или к какому-то войне. В том-то дело, что животных оно практически никогда не приводит. Очень редко, что один вид ведет войну на уничтожение с другим видом. Я даже не знаю, понятно. Нет, он может быть специально не ведет, как в ваших видах. Нету сознательной воли, но, допустим, растение подымается... Волки и зайцы не ведут, самое что смешное, не ведут они войну на уничтожение. Волки собирают, собственно, и дают зайцев, а зайцы, когда мало, а волки сильно умирают от голода, например. Тем не менее, не этот вид, они не ведут войну на уничтожение, это важно понимать. Не всякая война есть на полном уничтожении. Как говорите про холодную войну? Это же не война на полном уничтожении, а война за власть. Война за власть. Ну, опять, опять, надо с этим разбираться. Я-то, у меня-то есть как раз по поводу животных, есть даже такое ощущение, что война – это дело исключительно человека и только человечества. Но я тоже так думаю. Потому что... Виды не воюют. Противоборство хищников и их жертв в природе – это не война. Это, скорее, некая неизбежность, как законы физики. А почему вы считаете, что человеческая война – это тоже некая неизбежность? И мы просто продолжаем? Нет, она, безусловно, неизбежность. Здесь я думаю, что она как раз неизбежность. Но в ней, по сравнению с тем, чем занимаются животные, по-моему, есть некоторые отличия. Война – это те, чем животные не занимаются, похоже. Потому что занимаются только животные в Маугле. Животные не пытаются доминировать? Они пытаются и доминировать, в том-то и дело. Но когда ты живешь в 67 миров, у тебя всегда один класс или одна группа людей не стоит. Нет, когда животные пытаются доминировать, оно уничтожает других животных. Не обязательно. Зависли в Австралию этих собак Динго. Да. И они там каких-то животных уже просто уничтожили, съели их просто. И исчезли, целые виды исчезли. И тем не менее… Теперь там кошек отстреливают. Точно так не будет войной. У нас, например, Балхаз, ну кого-то… Подожди, подожди. Понятное дело, что эта война не сознательная, как человеческая война. Но в некотором смысле это война одного вида против другого. Нет, виды отмирают. Но нельзя сказать, что… Как они отмирают? Есть конкретная причина. Причина есть. Но или… Не обязательно. Есть противоположные. И уничтожение… Что-то отмирает, это не обязательно является следствием войны. У тебя вот это важно понимать, что конкуренция видов часто того, и конкуренция автомобилей. Нельзя же сказать, что двигатели в внутреннем разгорании вели войну на уничтожение над споровыми машинами и победили. Но не так же. Ну, во-первых, двигатели машины воли не имеют, но у животных там она есть. И что? И воля это не есть к уничтожению другого вида. Для собак Динго это было просто пищей. Они взяли и съели. А почему не рассматривать, что, допустим, в той же самой войне нас с немцами? Вот ты… Немцам нужно было просто пищи. И они пошли как бы и ее добыли. Нет, но если немцы… Для них… Для них… Для них… А? Нет войны. Что? Война есть противоборство, целью которого является улучшение своей жизни за счет противника, и которая, как тут Игорь сказал, ссылаясь на переследленные, которая не предполагает выживаемости этого противника. Ну, вот это предназначение. Или допускает невыживаемость. Да, допускает… Допускает невыживаемость этого противника. Наверное, будет так более корректно. Да. Не, но если, Гориа, здорово говорится о целях, то, естественно, тогда животное не подпадает. Потому что животное инстинктивно уничтожает какой-то другой вид. В силу того, чтобы собака один-две расплодилась в Австралии, она уничтожила там многих других грызунов и прочих. Понятное дело, что это случилось инстинктивно. Просто в силу того… В силу воли власти, которая царствует над всем животным, да? Да. Но это вы правильно заметили, что вот эти… Вот эти примеры с Австралией, да, и с животным миром, они очень интересны тем, что это вот, ну, необычная ситуация, неестественный природный процесс, который, значит, человек… Нет. То, что произошло в Австралии, происходит везде. Нет. Так или иначе. То есть это не… А по какому гомеостаз возникает? Гомеостаз в определенном… Ну, опять-таки, у этих собак была цель… У каждой конкретной собаки была цель, так сказать, насыть желудок. А не было цель уничтожить там всех, подчистую там, кроликов или там, или еще кого-то. То есть такой глобальной цели, как уничтожение, скажем, другого вида, или как его… Как подчинение какое-то, так сказать, такое… Такой цели же не было. Давайте, ребята, будем справедливыми. Во-первых, мы взяли определение, пытались найти точное определение. Мы начали с того, что… Не всякое противоборство – война. Хорошо, это первый. Потом мы дополнили это, да? Мы дополнили тем, на самом деле, что не считается с тем, выживет ли противник или не выживет. Если брать эти два… Две характеристики, то уничтожение одного вида животных другим подходит. Теперь давайте дальше уточнять. Еще раз говорю, вопрос… Вопрос – это поиск правильного определения и попытка выявить сущность некого понятия, типа понятия войны, и требует постоянных этих уточнений и обсуждений. Хорошо, я согласен, если мы считаем, что должны присутствовать какие-то конкретные цели. Тогда, конечно, животный мир никак сюда не подойдет. Животный мир… Цель – улучшить свою жизнь за счет… Нет, еще раз говорю, мы пытаемся понять и высмотреть. Кто-то, может быть, понять и война понимает не так, как мы. Тут же, наверное, надо различить животный мир, да? Не живой мир, но живой мир, да? И человек, да? Человек, значит, характеризуется тем, что он существо социальное. И, соответственно, значит, у этого социального существа есть социальные идеи какие-то. Что мы, ну, как сказать, ну, принято говорить, что у животных этих идей нет, или там… Ну, мы их совсем знаем. Может они есть или нет, но как-то более принято считать, что… Вот человек существует социальное. И поэтому, значит, у этой новой совокупности людей появляются новые, соответственно, естественные какие-то… Ну, новые специфические черты. В том числе, черты ведения войн. Ну, войны. А тот, что вот Булак привел пример, что вот с этими с Австралией, что да, это вот как раз это же путем вмешательства человека, это не естественный ход исторического процесса. Да, то, что не вовало в камеру, Константин очень важное сказал, что война предполагает наличие врага. То есть это нечто телечного потёпа стоит, и в этом смысле ты его как бы уважаешь, получается. Ведь Песец нельзя сказать, что уважает как-то, или воспринимает Леменга как врага. Но Леменг умирает, и через несколько лет, умирает Песец. И вот такими колебаниями двигаемся там все другом. То есть теперь вы должны понять, что такое война, понять… Да, с самого начала я согласен, что в первую очередь, конечно, война – это одна из видов социопрактики. Еще раз, и враг, соответственно, как результат определения… То есть у Константина по правильному ли это ответить, что всегда предполагает уважение противника какое-то? Не всегда, конечно. Не всегда? Да нет, ты можешь ему говорить, что он славянин, а слово «рапы» надо восстановить, господство немецкой и нации. Но это не только уважение. Нет, давайте посчитать, почему война действительно по своему факту уважает противника. Потому что с рабами не воюют. Рабы, как вот весь господин, он просто рабов давит, понимаешь? А воюют только с рабами. Да, замечательная эта тема, встречаемая у Герадута, да? Что когда скифы были до 28 лет отсутствовать, завоевывая в Египет, они вернулись, а их жены вступали в сношение с рабами, которые там слепыми взбивали у них молоко, превращая его в сын. Их дети к этому времени выросли, вышли на Кемерийский вал, и героически в оружии и доспехах начали отбивать атаку своих противников, да? И тогда некий мудрый сказал, что они рабы, дети рабов. Поэтому вы выйдете не вооруженные луком, стрелами, щитами и мечами, а возьмите с собой по здоровенному хлысту, выйдите на стену, тогда они, поскольку они дети рабов, они убегут от вас. Так и произошло. Скифы вышли вооруженные мечами и хлыстами, а те взяли и убежали, побросав оружие. Это замечательная иллюстрация к тому, что с рабами они не воюют, да? Да. Но, как бы, у нас есть пример из истории воинов-спартака. Как с ними быть? Да. Может быть, их нельзя считать и войной в правильном смысле? Может быть, это можно. А может быть, и можно. Может быть, именно тем, что они ушли, взяли в любви оружие, они доказали себе, что они свободны. Да, что они равны. Ведь там тоже филологи же говорили, что «славянина» — слово «славь», то есть «раб». Да? Но, тем не менее, их делась именно война. Война на вытажении. Буквально война на вытажении. Уважение врага, на самом деле, дело даже не в том… Ну, выважение не в нашем смысле. О том, что мы представляем такого как врага противника, тем самым мы оказываем знакомство. Да, и я иногда скажу, что это по факту. По факту, если мы с кем-то воюем, это означает, что мы признали его как себе равным. Потому что воюет только с равным. Ну, не обязательно с равным, но тем не менее, как-то мы его признали. Но это и означает, что что значит кого-то признать? Это означает сказать, что он равный тебе. То есть, замечательная геновертика «рабаек» и «господина» в гейвериском смысле здесь не работает. Здесь ты уже признаешь в каком-то другом смысле себя противопоставящим. Вот так. Ведешь войну за свои интересы, при том выжираемость того противника не является обязательной. Теперь надо как бы понять, почему кто-то становится для другого врагом. Как это случается? Ну, не обязательно понять. Надо еще многое принять. А с войной ты не разобрались еще. Нет, мы же пытаемся сейчас некоторыми родами итерациями подойти к пониманию понятия «война». То есть, мы говорим, это противостояние, но не всякое противостояние, а к которому не заботится, сохранится ли это противник или нет. Но опять же, не всякое такое противостояние, потому что к этому животное подходит, а такое противостояние, к которому есть цель и уважение по отношению к противникам. Уважение тоже специфическое. Поэтому ты можешь его заливать мочой, закидывать калом, тухлыми овощами. Я говорю под уважением, прежде всего это признание в качестве равного, исходя из того, что с рабами не воюют, а рабов просто давят. Давление – это не война. Да, могу, например, отказаться из Пелевина. Там есть такой рассказ, что был плохой дяденька, то есть он был мэром небольшого городка, в Банитске 90-е, и ему прислали по почте собаку бойцовскую, которую несколько дней не ел, и она его загрызла. Он это очень сильно любил. Человеческий шини, замечает автор, повлияется в том, что его охрана не стала убивать собаку, просто заперла ее в клетке. Понимаете, да? То есть она не воспринимается как субъект противоположный. Поэтому, несмотря на то, что она убила их господина, то есть убила этого народа бандита, тем не менее ее взяли и заперли просто в клетке. Они не стали ее убивать. То есть очень важно, понимаете, не сказать, как не враг, я бы так сказал, а что противник обладает для тебя признаками субъектности. Потому что… Так это и есть разница. Два субъекта встречается. Да, субъектности субъектности. Именно вот это, вот именно так. То есть это не уважение, а именно то, что ты придаешь, можно сказать, уважение в таком формальном смысле. Но ты признаешь, да, как субъектность. Надо узнать, как некая субъектность в тех, кто… Потому что собака, которая тебя покусала… Опять же, вспомните дуэль дворянин. Если его вызывал, он дуэль, ну, пытался вызывать, какой-нибудь там мещанин, условно говоря, какого-то другого сословия, он мог просто даже не реагировать, да? Потому что дуэль всегда происходила между равными. То есть дуэлянты, как бы, дворяне, да? И никогда никакой дворянин не будет… Ну, потом, правда, там, немного там смешались с равной, да? Но изначально, как бы, никакой дворянин не будет выступать на дуэли с каким-нибудь там простым человеком. Да, это очень интересно, если бы вы положили на эти собственные ситуации к нынешнему говорить. Можно сказать, что у нас так называемая оппозиция, несмотря на то, что ее не видно и не слышно сейчас, и она в явном форме не проявлена, обладает субъектностью для власти. Своей самостоятельной, отличной власти. Получается, что она обладает субъектностью. Обладает. Которую пытаются подавить, ну, или элиминировать. Этого как будто нет. А проблема ее нынешней ситуации в том, что действующая власть, она пытается не союзников найти против этой субъектности. Других каких-то. Сравить друг другу. Да, да. Православных, мракобесов, там, еще чего-то. Именно поэтому она отвечает за внешнюю ситуацию в ухоовой войне. Но все-таки давайте попытаемся понять, как возникают враги. Потому что из этого, может быть, будет дальше дальнейшее отношение. То есть ты признаешь в противоположной стороне некую долю самостоятельной субъектности. Ну, действительно. В округе Первом мировой войны Германия, Англия и Франция обладала собственностью. Ну, не обязательно только страна, но и дуэль, допустим. Ты признаешь, что другой человек имеет право вызвать тебя на дуэль, он равный тебе. Или, как бы, с ним тоже своего рода война двух людей. Да? Так давайте попытаемся понять, что значит враг? Почему враг-то возникает? Отвечая на вопрос, откуда это возникла Третья война? Да, она явилась продолжением, значит, Второй мировой войны и продолжением политики, ну, 1900-х годов. Всей, так сказать, Первой мировой войны, Второй. И она, так сказать, постепенно переросла в Холодную войну. И эта Холодная война сопровождалась много. Было горячих, значит, моментов в этой войне. Вы хотите сказать, что есть изначальное противостояние, допустим, каких-то этносов? Типа, там, Англосаксы, допустим, и славяне. И она просто за сквозную линию. Первая мировая война, вторая война. Да, это процесс и определение. То есть, вот на примере Третьей мировой войны, то есть, вот этот вопрос мы задавали, что такое война, а что такое мир. Да, это вот эта форма существования человечества. То, значит, были там горячие действия какие-то в массовых масштабах, то были, значит, не в массовых масштабах. Причем, значит, что относительно горячих действий и что такое война. Да, вот многие жители бывшего Советского Союза, вот сейчас, значит, они не признают, что Соединенные Штаты Америки участвовали во Второй мировой войне. И даже они не признают то, что Соединенные Штаты Америки победили во Второй мировой войне. То есть, почему? Потому что у этих людей разные критерии участия в войне. То есть, если они там воевали где-то там на трех океанах и двух материках, и не на своей территории, то это значит, что у них не война была. То есть, поэтому в разных социальных группах, в разных странах это понятие войны разное. Понятие войны одно для всех людей, всех времен и народов. Не просто мы пытаемся как бы войну вывести в какое-то понятие, а не только какие-то жители там что-то там голосуют. Война, понятие, да. Я хочу, я говорю просто, что война и существование без войны, без военных действий, это является форма существования человечества, бытия. И если, значит, взять, почему вот это довольно-таки продолжительный период времени, нет какой-то большой войны в мире. Что да, это благодаря ядерному оружию. Что ядерное оружие было изобретенное как это оружие нападения, оно фактически как оружие нападения там применилось только несколько раз. И оно является, значит, на протяжении уже вот более сколько там, 65 лет, 67 лет это оружием сдерживаемым. Я вот, например, полагаю, что третья мировая холодная война вообще не закончилась. А вот другая точка зрения. Что сегодняшняя точка зрения, она напоминает ситуацию между первой и второй мировой войной. То есть когда Германия потерпела, безусловно, поражение, территория была урезана, нужно больших констрибуций, но тем не менее, через каких-то там 20-25 лет, 18-го по 39-го, через 21 год мы вошли в ее положение, что первая и вторая мировая это не две разных войны, одна, с паузой. Но я всегда вот говорю, что если политика как бы входит в философию, то как бы это все сразу. Но философской ничего не остается, остается только давайте уточним это, уточним это. Ну вот-вот-вот. Какая точка зрения имеет для войны? Какое-то изначительное понимание войны, какое значение, закончилась она или нет? Не имеет. Закончилась в 91-м, и так далее, 92-м, 3-м, 4-м, 5-м и так далее. Причем не имеет? Это имеет значение, потому что если вы в определении, значит, если вы в определении, что такое война? Два племени какие-то, Мумба-Юмба, где-то там в Африке воюют, они не воюют по-вашему, что ли? Или что это такое? Есть две мировых войны? Дальше, вот отвечаем на этот вопрос. По-другому не бывает? Дальше, вот задал вопрос. Когда, значит, закончилась война, да? Если мы возьмем одно определение, при этом определение война закончилась, значит, вот там, в таком-то году. При другом определении эти же действия будут закончены в другом. Вот это определение. Я не понимаю, почему не нравится, значит, такая точка зрения. Кстати, вот, допустим, вы говорите, что не всякое противостояние является войной. Ну, допустим, а можно сказать, какое противостояние войной является в человеческом wont, скажем? Спортивные состязанияя не являются. Противостояние, часто, двух научных школ не являются войной. Двух учёных не являются войной часто. Ну, спортивные состязания, там, как бы, там, стоп, там, это, коллизия, да, она искусственно создана. То есть мы организовали. Почему комиссия? Ну экономики, это прокуренция в экономике, поклачение, вроде вызов, понимаешь, дискуссия. Какие-то противостояния. Просто соревнования это наиболее стандартная метафора, которая сразу все это расслабляет. Я надеюсь, что была с Александром Дмитриевичем в настоящий момент, предполагали, что противник должен выжить. То есть я надеюсь, что это не так. Не секая метафора, его достаточно. Мы говорим в соревнования, все понятно. И туда включается конкуренция экономическая, конкуренция там, это дискут какой-нибудь там, подклач, допустим, сюда включается и прочее. Патлач. Патлач. И многие другие культурные явления, потому что есть постоянно конкуренция. Есть конкуренция внутри видовая, есть конкуренция внутри народа, между народом и прочее. А есть война. Война это другое. Война это продолжение той же обычной жизни. Конкуренция, кстати, тут тоже нет четкой граники. Экономическая конкуренция иногда превращалась в настоящую, ну как бы фактически ввелась совсем не экономическими методами. Конечно. Не предполагала выживание соперника. Да, иногда такое бывало, да. Очень распространенное. Поэтому я хотел выяснить, как возникают враги. В этом смысле очень интересно, что оправданная война с Китаем не была. Не была войной в полноценном смысле этого смысла. Ну чего, еще кто-нибудь может что-нибудь так сказать? Я же говорю, что надо переходить дальше. Дальше переходить. Это понятие того, почему возникают враги. Вот что проблема. На самом деле, если вдуматься, ведь Александр кое-что высказал все-таки, в качестве идей, что существует какое-то изначальное противостояние, допустим, некоторых равнородностей. Изначально какая-то многовековая, идущая из глубины. И она просто проявляет себя многообразным способом в экономической конкуренции и в прочих, и в том числе и в войне. Дело не в изначальной какой-то, идущей из глубины иков, а в том, что если в результате определенных исторических причин какой-то народ как бы стал, ну скажем так, получил достаточно очень большое влияние в мире, то он стремится это влияние удержать, естественно, и будет, так сказать, рвать кого угодно за это. Еще раз говорю, что тем не менее человечество умеет конкурировать без войн. Понимаешь? И почему обязательно... Почему должно как бы обязательно все это, все такие вот конкуренции, перерождаться в войну, да? Возникает враг, как бы этого врага надо уничтожить. Почему именно так? Почему надо искоренять врага-то? Я же говорю о том, что возможно, как бы есть некая подспутная, изначальная... и просто победить, то во время этого просто его выживаемость не является обязательным условием. То есть можно, что он и выжил, а можно, что он и не выжил. Да, и потом в войне уничтожение врага, это не является целью. То есть это, так сказать, вот, Владык предполагает, что там в войне, значит, уничтожить врага. Ну да, это вот большевики, значит, пришли к власти, провозгласили, значит, кто не с нами, тот против нас, значит, тех мы будем уничтожать. Ну это же было, это вот это, это группа людей, вот такие принципы стала проводить. А до этого, ну что, была стальная, это, ну, там, война стальная, да, там называется, завоевали рынок стали. Ну и что, мы стали кого-то там уничтожать, что ли? Там, японцы, американцы, или американцы, японцы, там, ну не важно. Да, это как бы, это нормально. Это все понимают, что в ситуации, очень часто, конкуренция, ситуация мира, она тоже связана с противодействием различных группировок, но оно не всегда не является войной. И я действительно... Сейчас по кругу уходим, я говорю, я предлагаю новую тему, вы не можете с вами судить стандартный, а новая тема состоит, как возникают враги, как, почему, кто-то для другого становится врагом, как это случается? Ну, как я тебе говорю, как правило, потому что возникает, противоречие интересов. Мы умеем жить противоречие интересов в экономической конкуренции, в диспуте мы умеем жить, умеем жить как бы... У нас есть спор, да, есть соревновательные. Это такие какие-то очень локальные, там, спор, несколько... Нет, еще раз говорю, что возникает конкуренция интересов, а суда не следует, что должна быть война. Не следует, но как правило, как правило происходит. Что для нас, ситуация конкурентости, конкуренто тоже является субъектом, то есть обладает свойство субъектности, в отличие от той самой собачки, которая покусала мэра. Не, на самом деле, можно, например, говорить о том, что вот есть несоизмеримость нации, несоизмеримость, вот, одна нация, допустим, ну, я просто на уровне нации, допустим, несоизмеримость людей. Один человек считает, что другой человек, вот ему ничего невозможно, с ним невозможно договариваться, с ним невозможно соревноваться, его можно только уничтожить. Вот, все методы испробованы, все методы конкуренции, соревновательности, диспуты были испробованы, Вот так пролетариат уничтожал буржуазию в нашей стране. Потому что считалось, что невозможно не договориться, не исправить человека. Можно только было его уничтожить. Если враг не сдается, то его уничтожает. Просто уничтожите все. То есть, может быть, есть некая несоизмеримость человеческих коллективов, неких групп или отдельных людей друг к другу. И это несоизмеримость в силу того, что невозможна конкуренция. Конкуренция сутки возникает, когда у нас есть некое общее поле, на котором мы можем конкурировать. Если это общее поле задали, мы можем на этом общее поле, допустим, вот моя позиция, вот твоя позиция. И мы можем пытаться их сравнивать и говорить о том, что кто-то прав, кто-то не прав, больше права, я в этом прав, другой в другом прав. Или, допустим, экономический обмен. Это некое общее поле, и я вот этот товар продаю, ты вот этот товар. И мы как-то конкурируем. А вот если несоизмеримость, нету этого поля общего. Если поля общего нету, то возникает именно непримиримость, которая не может никак разрешиться, кроме как уничтожения другой позиции. Потому что, может быть, и как раз более того, может быть, поиск вот этой общей позиции вытекает в войну. Потому что война это и есть то общее поле, на котором можно двинется измеримой позиции и столкнуть. Это, может, последний способ соизмериться. Соревновательность, конкуренция, другие способы соизмериться не получились. И тогда остается единственный способ. Просто уничтожать друг друга. Кто-то из них выживает, тот и победил. То есть война это способ соизмериться. Конкуренция, во-первых, борьба к конкуренции. Возможно, когда выработаны определенные правила конкуренции. И есть, скажем, какая-то гарантия, что каждая страна будет их правилу задерживаться. Правила конкуренции всегда, когда есть соизмеримое поле, можно выйти и договориться. Есть правила, с неба усвалились, Господь сказал, вот соблюдайте правила. А так, что можно выйти и договориться. Влад, подождите, ну дайте высказаться человеку. Так получается после двух предложений. Это в теории как бы можно выйти и договориться. Допустим, знаешь, условно говоря, там Форд конкурирует с Тойотой, и они не превращаются в войну. Потому что все прекрасно знают, что в современном мире уже настолько все как бы утряслось экономически, юридически, что никто не даст погибнуть ни Форду, ни Тойоте. Что есть определенные правила уже, сформированные именно десятилетиями. А, допустим, та та самая экономическая конкуренция, когда она только начиналась, там на заре капитализма, это что? Там же они просто убивали друг друга. Нет, значит, наверное, убийство друг друга, это, конечно. То есть, что сплошь и рядом. Ну, если ты думаешь, что ты сказал, то ты просто сказал то же самое, что я, но просто какие-то Тойоты там возникли. Да, я-то хочу сказать, что война же тоже предполагает правила Ситова Гуру, когда говорила о боях 18 века, начало 19-го. Обратите внимание, что во Вторую мировую войну у страны не применяли химическое оружие. Почему? А договоренность существовала. Правило было такое. Да, было правило отношения к военнопленным. Там у них, на Западном фронте. Да. У нас не существовало. Где-то существовало. Да, где-то существовало. Правило. Еще раз, давайте как бы все-таки тут еще... Как каждый угодный вопрос, пусть возникают войны, да? Вы, ребята, еще раз говорю, вот, условно говоря, вот есть дискуссия в каком-то уровне, да? А вы пытаетесь в 10 уровня загнать противостояния в какой-то Тойот там, с какими-то, там, не знаю, в другую карту. Ну, что ты роль Цербера какого-то выполняешь? Да дело не в это, просто дискуссия должна двигаться в рамках. Мы пытались, Сигем, этой рамки загнать, а вы все соскальзываете в какие-то пустые, пустопорожные. Мы не заскальзываем. Вот я сказал про несоизмеримость, это, и что, вот скажи, вот есть некая несоизмеримость людей, коллективов, групп, народов и так далее. Это что-то тебе говорит, вот, чтобы об этом это обсуждать, или нет? Или это проскочили, есть несоизмеримость и пошли дальше. Я тоже не понял, что ты имеешь в виду. Ну, например, если не можете понять, вот несоизмеримость теории, вот есть две теории, как бы, их невозможно никак сравнить, одна теория и другая теория. Как их сравнивать? Никак, не сравнивать. Еще опыта? Как? Или это теория, там, электромагнетизма, там, или, допустим, теория, там, термодинамической, как их сравнивать? Так они другую, не противоречить человеку сравнивать. Дело не в этом, просто это называется несоизмеримость. Невозможно что-то соизмерить, потому что нет, ну, как вот, что соизмерять здесь? И теперь представьте себе, что два человека такие. Один человек, одно говорит, другое говорит, другое, и у него другие представления. Допустим, крестьяне, допустим, и эти... Давайте мы тему войны закончим тогда, и что, и что, так, крестьян, потом и крестьяна, и так, да. Какие крестьяне, сказал, крестьяне, не язычники? Понимаете, нету, общее поле у них есть или нет у них общего поля? У них будет, возможно, на самом деле, война, это просто и способ найти это общее поле, последнее. Потому что это некий уровень, да, самый нижний, да, дойти до физического, как бы, противостояния. Есть противостояние интеллектуальное, диспут, есть противостояние, допустим, там, экономическое, это не было некоторого рода конкуренция на рынке, да. Есть там еще какие-то различные высокие виды противостояния, да. А есть уже последнее, да, самое нижнее, когда просто кто сильнее, тот и прав. Вот христиане одно говорят, что Бог один там, и какое-то свое, у них свое представление о жизни, да, как надо жить, а язычники другое. Кто из них прав? Вот как выяснится, если, допустим, они попадались в диспутах там, обсудили в экономическом срезе там, и получается, как, кто, где-то там последнее звено, ведь они противостоят друг другу, где-то там последнее звено, благодаря которому они смогут выяснить, кто прав. Они начинают уничтожать. А можно не выяснить. Нет, ты, ты вот, не прав. Они действительно несоизмеримы, они никогда не то, что враждовать бы и не начали, они бы даже и не замечали друг друга. Один исповедовал бы одно, другой другое. А вот третья сторона, заинтересованная, условно назовем, пастухи, когда у них уводят паству путем вот этой идеологии, молиться другим богам, вот тогда они их начинают стравливать. Ну, это один вариант, а другой я вам сейчас объясню. Вот это общее поле, это борьба за души третьей стороны. Это третья сторона, это одно из объяснений. Другое объяснение, простое, что есть истина, она одна. И если, допустим, христиане говорят, что бог один, а язычники говорят, что богов много, истина-то одна, не может так быть, что либо бог один, либо их много. И кто-то из них один прав, один, понимаете? Здесь вопрос идеологический, тут уже не важно. Кто-то третья сторона, там, наверное, свою руку тоже ловит. Это уже другой разговор. Важно, что на самом деле, поскольку истина одна, кто-то должен умереть. А зачем? Не оставить ни правого в покое нельзя. Вот один по конски говорит, а другой по китайски. Кто прав? И кто прав? Они даже могут друг друга и не спать. Посмотрите, правильно. Пока не столкнутся в одной плоскости по одному знаменателю. Так вот, единственная, может быть, плоскость, где они к одному знаменателю могут приведены, это война. Единственное, это физическое противостояние. Война – результат столкновения. А до столкновения они должны стать врагами. Для этого повод должен обнаружиться. А то, что один одному будет... А они врагами, они врагами являются по определению, потому что они соизмеримы. Вот если кто-то другой, и он не такой же, как я, он по определению враг. Просто потому... Это за «Феррари», а этот за «Зенит». А «Феррари», ну, имеется в виду автоспорт. Меня эта игра с мячом вообще не нравится. То есть как раз не то, что дела не соизмеримы. Я никогда, я не найду повода драться. А ситуация прямо обратная. Они должны быть в конброс соизмеримыми. Они должны быть на одном поле. Прежде всего, должна быть плоскость, где столкнуться. А если... Если поле одно, то они там могут столкнуться. Почему они обязательно физически с лобзом сталкиваются, а не экономически там, или там, дисциплиционно? Или на поле тот же самый мячик разыграли? Непонятно. Нет, я же объясняю, что война возникает, когда нет этого поля, где можно было бы мячик покатать. А где приходится фактически просто решать вопрос, кто сильнее. Кто выживет, тот и сильнее по определению. То есть здесь вступает определение, не те определения, да, умственные мышления, а определение просто по факту. Дайте, как есть такая игра, это «Last Man Standing». Кто последний останется, тот и брак, тот и выигрывал. Стрелял-то как «Last Man Standing». Но это поле общее, уже... Так же в войне, кто «Last Man Standing» останется, тот и выиграл. Вот сейчас есть, например, какая-то идет война там холодная, да, фактически выигрывает кто. Кто останется последний, кто выживет. И эта война переходит и в холодной стадии находится, и в горячей переходит. Но я же и говорю, я не настаиваю, я просто предлагаю. На самом деле, это вот такой вариант. Понятно. Потому что иначе непонятно, почему конкуренция... То бывает, кто переходит в войну, то не переходит. Да, потому что конкуренция... Ну выгоднее же в каком-то смысле конкурируете экономически. Потому что война все разрушает. Уже правильно сказать, что... Все разрушает. Война переходит в мир, а иногда и не переходит. Что может быть нормальная ситуация в социопаратике – это война. А иногда она почему-то переходит в мир, а иногда нет. Да, ну вообще вольна. В миру вольна. Это борьба за ресурсы. Значит, когда появилось человечество, еще появилась к этому борьбе за ресурсы, еще появилась идеологическая составляющая. То есть люди – это социум, и вот они, значит, благодаря социальности... Ну не обязательно. Иногда они за рынки сбыта, иногда они преливиозные вольны бывают, иногда еще... Вольны социальные, то есть идеи. Какие только не бывают. Еще раз говорю, вы никогда не задумывали, что сначала есть действие, а потом ее оправдание? Не получается ли так, что сначала мы воюем, а потом уже придумываем, почему же мы воюем? Да, может, мы воюем, потому что мы воеваем. Конечно. Об этом речь и идет. Может быть, нам просто нравится. В самом деле, согласитесь, что болельщики Зенита, Зенит со Спартаком не воюют, а соревнуются. А болельщики Зенита и Спартака воюют с человеческими жертвами, членов людей, действиями и всем прочим. Они реально воюют. Откуда это возникает? У них нет... Я почти уверен, что за ресурсы, за ресурсы, за ресурсы, диалогические ресурсы они не конкурировали. Просто изначально есть некая вражда. Понимаете, вражда изначально. Болельщики Зенита и Спартака воюют. Да. Я главный, я Спартаковец, я главный, а ты Шушера. Он тут синий, белый, голубой и все. Вот и все. Вот. Этот пример показывает, что, может, как раз состояние войны является для гомо-сапиенс нормальной. Понимаете, когда говорят, почему не война, почему там вместо войны не быть конкуренции. Но конкуренция предполагает, что ты, она обязательно предполагает, что ты частью благ делишься с конкурентом. Предполагает. Предполагает. А война не предполагает. В цели церевальных полностью доминировать, полностью поддавить свою противность. Постоянно одно и то же усиливает. Ну, да, дальше, дальше. Давайте закончим тогда. Выводка какой из этого? Ты возвращаешься в первую начальность. Поэтому столкновение интересов, как правило, очень часто приводит именно к войне, а не к конкуренции. Да и не всегда полностью поддавить, я тоже с этим не согласен. Первая мировая война, ну что, полностью Германия. Ну не полностью, в смысле, то есть, цель, допустим, той же самой Англии, там, Франции была не делить мировую власть с Германией, понимаешь? Не значит, что полностью Германию стереть, не делить с ней власть над миром. Вот в чем дело. Ну, конечно, это было прямо, когда все это происходило, на небе было написано. Все это так ясно и четко. Ну, чего вы, ладно, мы по клубу ходим еще часто. Да, просто возвращаться надо было не к нам. Ну, от нового необычного, или чего-нибудь поможет. Я же еще раз говорю, что... Алик, я что-нибудь сказал? Я хочу послушать. Я хочу сказать, что правильный разговор состоит, как вот Стас начинает правильный разговор, а потом почему-то как бы скатывается обратно. Правильный разговор состоит в том, что есть некого конкуренции. Но почему-то иногда, на самом деле, ее... Эта конкуренция, она не может состояться почему-то. Люди не могут соотнестись, не могут выйти на экономический рынок, не могут участвовать в дискуте и прочее. Почему-то они берут оружие и начинают друг друга уничтожать. То есть, я считаю, что все-таки война, и даже часто так говорят, что это крайняя степень, да, это вражды. Почему она крайней степени важна? Ну, потому что, если люди не могут никак соотнестись, если у них способы друг к другу решить вопрос где-то на дискуте, где-то каким-то мирным путем не получается, если конкуренции не удается, в буквальном смысле, да, то тогда единственный способ ее решить, это опустить все на самый нижний уровень и уничтожить друг друга. Пусть, типа, сама реальность, как бы, да, докажет, кто прав. Кто останется живой, тот и прав. Мне кажется, это вот так надо понимать. Продолжение следует...